Давным-давно, когда на Земле господствовали Титаны, одним из самых могущественных кланов считался Северный. Клан обладал множеством грозных магических предметов, а самым страшным из них был Браслет Владыка. Берут своего заката, в надежде на будущее возрождение клана, а Титаны спрятали Браслет на болотах, возле которых поселилась впоследствии одно из племен смертных, Славяне. А там же, на болоте, Титаны оставили одного из своих драконов, чтобы он охранял этот грозный предмет. Хранителям Браслета Титаны назначили Ара, который был наполовину смертным. Они оставили Ару Амулет, который давал контроль на драконах. Много тысяч лет спустя, вечные враги Северного клана «Желтые собаки», посланники сил Хаос и Разрушения, обнаружили отряд Ара, скрывавшийся от небольшой крепости. Завязалась смертельная схватка. Силы врагов значительно превосходили отряд Ара, который состоял из одних только смертных. Уже в первые минуты Кровавой Бойни, из многочисленного отряда осталось живых всего десяток воинов. Ара понял, что шансов уцелеть у него нет. Чтобы Амулет Дракона не достался врагам, Ара разделила его на три части и послал их с верными ястребами, Трамстарым, друзьям и соратникам. Первого ястреба Ар послал Всеславу в земли славян, второго ястреба в скандинаде викингу Сигуду, а третьего ястреба унес верному другу Ара героя Михаилу. Первого ястреба сбила стрела одинокого волка, единственного из давно погибшего клана охотников. Он давно бродил по лесной стороне в поисках браслета, с помощью которого рассчитывал возродить свой клан. Вторую часть амулета ястреб принес Сигуду, но один из бессеков, увидев странную птицу, окруженную волшебным сиянием, незаметно подкрался и подло зарубил безоружного воина. Под личиной бессека скрывался старинный враг Сислава, герой Драграмир. Утром после убийства он покинул воинов и отправился в великий поход на лесную страну. Получив часть амулета, Михаил сразу почуял недоброе. Он понял, что с Саром что-то случилось, и что судьба владыки теперь зависит только от него. Отложив все дела, он спешно отправился в землю Славян. Скорее пути трех героев пересекутся. Кто из них выйдет победителем? Лишь бескрайние просторы лесной страны могут дать ответы на эти вопросы.